В Большом зале Ташкентского государственно-юридического университета прошло торжественное мероприятие, посвященное празднику Дня Учителя. В мероприятии приняли участие действующие преподаватели университета, а также учителя в отставке, которых наградили почетными дипломами за проделанный педагогический труд, а также был организован праздничный концерт. Ежегодно 1 октября представители самой почетной и ответственной профессии, педагоги, получают цветы и заслуженные благодарственные слова за неоценимый вклад, который они вносят в будущее нашей страны. Сегодня в нашем университете проходит торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя. Хочу выразить огромную признательность своим учителям-наставникам, потому что именно благодаря их трудам мы получаем такие высокие награды. Благодаря полученным знаниям я стал обладателем стипендии Алишера Наваи. Искренне поздравляю всех учителей и наставников нашей страны с Днем Учителя. День Учителя – это очередной повод поздравить педагогов и обратить внимание на их нелегкий труд. Ректор Ташкентского государственного юридического университета Рахим Хакимов также отметил важность профессии учителя. Сегодня очень знаменательная дата в нашей стране. Это очень большой праздник, который имеет важное место в жизни каждого из нас. Сегодня в Ташкентском государственном юридическом университете мы организовали большой праздник, почёта, поздравления наших учителей, профессорского преподавательского состава. Я думаю, это имеет очень важное значение для дальнейшего поощрения их деятельности, активизации их деятельности в деле воспитания молодого поколения, всесторонне развитого поколения. Для преподавателей юридического университета этот день особенно важен, ведь они трудятся во благо построения устойчивого правового государства, давая необходимый опыт и знания будущим юристам, прокурорам и адвокатам. Сегодня особое внимание уделяется государством, главой государства, нашим президентам, и именно нашим преподавателям. Все реформы, всё, что сегодня делается в юридическом университете, именно модульное образование, я думаю, только во благо народа, во благо именно обучающихся нашим студентам. Преподаватель, наставник, учителей Узбекистана и есть главная цель – воспитывать наше подрастающее поколение в духе патриотизма. А также для преподавателей был организован праздничный концерт и вручены почетные дипломы за огромный вклад в развитие студентов Ташкентского государственного юридического университета. Еще одно мероприятие, посвященное персональному празднику, был проведен Федерацией профсоюзов, где были награждены победители республиканского конкурса «Почет и внимание наставникам». В начале мероприятия группе учителей и наставников, добившихся больших успехов в своей деятельности и трудящихся долгое время в системе образования, вручены путевки для отдыха и укрепления здоровья в санаториях системы профсоюзов. Затем педагоги, вносящие свой вклад не только в воспитание всесторонне развитого молодого поколения, но и в развитии дела профсоюзов, были удостоены званий по номинациям учрежденных Федерацией профсоюзов и награждены ноутбуками. Победителем номинации «Самый активный молодой учитель» учителя математики и академического лицея при Ташкентском государственном техническом университете Джамшит Буранов. Он был признан педагогом, большее число воспитанников которого поступили в ВУЗ. Также восемь учителей были награждены знаком почета. Часть торжественного мероприятия, посвященная награждению победителей и призеров республиканского конкурса «Почет и внимание наставникам» была очень волнительной. Председатель первичного профсоюза общеобразовательной школы номер один Туракурганского района на Манганской области, учитель узбекского языка и литературы Лаборхуан Рустамова была признана достойной первым места. Ей были вручены специальный диплом и автомобиль «Спарк». По завершению мероприятия была представлена концертная программа с участием мастеров и молодых деятелей искусства. Субтитры создавал DimaTorzok